Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Такая ситуация, с парнем встречаемся уже давно, больше пяти лет, собираемся расписаться, не хочу родителей знакомить с ним. Во-первых, я могу, но мы не очень любим все эти родственные подсиделки и смотрины. Я с его мамой знакома тоже номинально, один раз виделись. Просто как бы я не особо горю желанием, мне же жить с ним, а не с твоей мамой. Как объяснить моим родителям, что я не хочу их знакомить с парнем, потому что мне считают это чем-то необходимым. Они все же старались меня пропекать, я не хочу, чтобы они сейчас или летли в нашу жизнь. Ну, я думаю, что подобная идея, ну, ваша, да, она, в принципе, вполне адекватная, то есть она вполне нормальная, вот, и, в общем-то, ну, в общем-то, вы правы в том, что действительно, вот, ну, имейте, как бы, право не знакомить, значит, вашего парня с родителем, вот, если вы не хотите. Другой момент, как мне видится, заключается в том, что вы это делаете из-за некого такого, такого, как бы вам сказать, чувства, ну, чувства страха, что ли, как будто бы, вот, что здесь возможно. Самое неприятное из чувства уязвимости, из желания защититься. Чувство уязвимости, желание защититься делает вас перед вашими родителями меньше. Вот. И, к большому сожалению, они решают ту задачу, которую вы перед собой ставите. то есть вы ставите задачу стать, условно говоря, независимыми, вот, вы ставите под собой такую задачу. И ваша задача, она, ну, она ясна, да, то есть, как бы, ну, понятно, почему вы этого хотите. Вот. Понятно, что вы этого хотите. Это понятно. Вот. 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 Но тем способом, который вы выбираете для этого, вы не решите эту задачу. Вот. Потому что перед своими родителями вы все равно выглядите, ну, вот, такой, знаете, как бы, слабый. Вот. Вот. И правда заключается в том, что вам нужно вот в этом смысле, пожалуй, больше внимания обратить на уверенность в себе. в своих силах на самооценку вашу, и вот тогда у вас появится, в общем-то, шанс на то, чтобы не зависеть от родителей психологически. Вот. То есть сейчас вы от своих родителей зависите психологически. Пытаясь им объяснить что-то, вы все равно надеетесь, что они вас услышат. И вот это вот ключевой момент, что они вас могут не услышать, и что вы будете делать тогда. Что вы будете делать, если они вас не услышат. Что вы будете делать. Вот. Вот. Поэтому, то, что вас гиперопекали, то, что вы боитесь нарушения личных границ дела, делает вас просто вот не очень уверены в себе. С этим, я думаю, можно будет поработать. Вот. И, соответственно, это решит проблему. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь.